Продолжение следует... Подкоманда в отделе ресерча занимается в основном задачами, связанными с компьютер-виженом и с метрик-леунингом. И сейчас наша вот эта маленькая подкоманда состоит из двух человек, из меня и Стаса, и мы работаем с ним вместе. Вот наше направление, оно появилось чуть больше года назад. Я до этого, как Сережа уже сказал, работал в продуктах, и постоянно возникали какие-то идеи, хотелось что-то попробовать, но я думаю, многие, кто работает в продуктах, в командах понимают, что дедлайны, огонь, не до ресерча немножко, а хочется. И когда меня позвали пособеседовать в Тиньков, я как-то так не ожидая особо ничего спросил. А ресерч у вас есть? И внезапно оказалось, что да, есть. И тогда мы как раз пообщались с Сережей и как-то вдохновился, пришел делать исследования по тем темам, которые уже как-то в голове зрели. Стас отключился чуть-чуть попозже, уже где-то в сентябре прошлого года. И мы в основном занимаемся несколькими темами. Это тема оценки уверенности модели, устойчивости обучения к ошибкам в данных. И также мы занимаемся критериями, лосс-функциями для обучения. Скажите, кто из вас знаком с архитектурой Mixture Density Networks, сокращенно MDN? Поднимите руки. Немножко. Скажите тогда, кто из вас знаком с архитектурой вариационных автоэнкодеров, IE? О, сильно больше. Хорошо, тогда пойдем так. У нас есть классические модели дипленинга, которые принимают на вход какие-то данные, например, картинки, и выдают логиты, или, может быть, если мы решаем задачу регрессии, выдают какие-то выходные признаки. Если же мы изменим нашу модель так, что она будет предсказывать параметры некоторых распределения, такие как Mu и Sigma, модель будет предсказывать не фиксированный вектор логитов или признаков, а будет предсказывать целое распределение, целое семейство этих векторов. И многие из вас знакомы с архитектурой вариационных автоэнкодеров, там как раз используется аналогичная идея. Там в скрытом пространстве модель предсказывает DatoMu и Sigma, то есть некоторое нормальное распределение векторов. И когда мы говорим про модели с хаотическими предсказаниями или модели с случайными предсказаниями, здесь мы будем считать, что это одно и то же, мы как раз будем говорить про те модели, которые предсказывают не один вектор, а распределение. Поэтому надеюсь, что как вот первичный страх, который мог вызвать название доклада, он сейчас проходит, потому что с таким подходом, в общем-то, многие знакомы по ВАЕ. Итак, мы сегодня поговорим про три темы, где можно применять такие модели, кроме ВАЕ. Мы говорим про то, как применять модели со случайными предсказаниями в задачах регрессии, где вспомним классику, как раз вспомним, что такое мишиденсти нетфоркс, и как они позволяют своеобразным и красивым способом решать задачи регрессии в чем-то лучше, чем классические подходы. Потом мы поговорим про задачи метрик-леунинга, потому что в метрик-леунинге модель тоже предсказывает некоторый вектор признаков и, казалось бы, задача родственна регрессии. А в конце совершим такой переход в задачу классификации и покажем, как с помощью модели со случайными предсказаниями можно оптимизировать точность модели с помощью металлоградинентного спуска. И здесь как раз чуть больше расскажем про то, какие публикации мы готовили. И сейчас уже второй доклад. Самое время задаться вопросом, а зачем я здесь? И хотелось бы, чтобы мы, во-первых, несколько поговорили о том, какими ограничениями обладают популярные методы дип-леунинга. Естественно, как их можно решить. Несколько не мейнстримово, не стандартно. И хотелось бы, чтобы те, кто любит математику, любит красоту, немножко вдохновились элегантностью тех решений, о которых пойдет речь. У нас будет небольшое количество слайдов с математикой. Они не обязательны, но если вам нравится математика, welcome. Эти слайды будут специально помечены надписью deep dive. Так что имейте в виду. Итак, поговорим вначале про задачу регрессии. Все, конечно, знают, что задача регрессии состоит в том, что мы по одним признакам предсказываем другие признаки и хотим это сделать максимально точно. Но какие у нас есть… И как это обычно решается. У нас данные подают в модель. Модель выдает, собственно, либо… В данном случае выдает вектор признаков, на котором мы потом навешиваем функцию потерь. Как правило, это L1 или L2 loss, которые просто меряют расстояние между предсказанным вектором и правильным вектором. Но какие здесь есть проблемы, да? Во-первых, если у нас данные содержат в себе какие-то выбросы или ошибки, модель может переобучиться и, соответственно, давать какие-то не очень правильные предсказания в каких-то доменах. Во-вторых, у нас могут быть такие задачи, где у нас выходные признаки сосредоточены в нескольких доменах. Но, например, мы хотим предсказать средний размер чека в ресторане. И здесь многое зависит от того, пришел человек попить кофе или пришел он полноценно покушать. Там, соответственно, цены будут… Чек будет либо в одной категории, либо в другой. И это разные домены. И хотелось бы научиться предсказывать вот как раз такие данные, которые вот сосредоточены в нескольких кластерах. И здесь нам помогают модели с учебными предсказаниями, которые предсказывают распределение признаков. И в этом случае мы уже используем не или один, или два лоз, а используем корсцентропийный критерий, похожий на тот, который обычно используется в классификации. Это делается очень просто. У нас есть предсказанное распределение, у нас есть правильный вектор, который пришел из разметки в корпусе, и мы можем посчитать отрицательный логарифм плотности этого вектора и минимизировать такую вещь. И окажется тогда, что корсцентропийный критерий – это на самом деле некоторое обобщение популярных L1 и L2 лозов. Если мы будем предсказывать нормальное распределение, то отрицательный логарифм плотности будет представлять в себе некоторую константу, прибавить L2 лоз. Если мы заменим нормальное распределение на распределение Лапласа, то у нас получится аналог L1 лоза. То есть корсцентропийный критерий обобщает эти две лоз функции. Если мы подставим сигму, при этом равно единице. И при этом у нас появляется ряд преимуществ. Во-первых, если у нас модель не может уверенно предсказать какое-то значение, она будет предсказывать широкое распределение с большой сигмой, с большим разбросом. И в этом случае у нас градиенты будут меньше протекать через критерий. Получается, что у нас модель становится более устойчивой к выбросам. Для тех случаев, когда модель не может дать точное предсказание, градиенты будут меньше. А там, где может дать уверенное предсказание, градиенты будут больше. В то же время можно предсказывать не только нормальное распределение или распределение лапласа, можно предсказывать любое распределение. Соответственно, можно предсказывать параметры, некоторые смеси распределений и тем самым решать задачу предсказания вот таких многомодальных, многокластерных данных. Поэтому, что я здесь хотелось донести, то что в задачах регрессии этот подход называется Mixture Density Networks. Вот кто не знал, запомните. Он позволяет как раз решать вот эти задачи, связанные с выбросами и с данными, где у нас несколько кластеров на выходе. А теперь поговорим про задачи Metric Learnings. Что они позволяют, что эти сети позволяют дать в них. Напомню, задача Metric Learnings заключается в том, что мы хотим построить отображение входных данных в скрытое пространство таким образом, чтобы у нас полученные m-безники, как называют вектора элементов одного класса были близки друг к другу, например, по L2 или по косинусу, а эмбеддинги элементов разных классов были далеко друг от друга. Для этого придуманы специальные функции потерь, например, такие как Contrastive Loss, Triplet Loss, ArcFace и так далее. Ну вот вопрос. А что делать, если к нам пришли какие-то поврежденные данные, сгораточенные данные, по которым тяжело однозначно предсказать ответ? В идеале мы бы хотели получить на выходе некоторое распределение. То есть какой-то вероятностью наши входные данные относятся к классу A, а с какой-то вероятностью они относятся к классу B. Но вот в рамках классических подходов этого сделать не получается. Также можно показать, что задачи метрик ленинга, они более устойчивы, более страдают от ошибок в данных, чем задачи классификации. На этот счет мы как раз недавно написали статью, в которой как раз и показали, что при добавлении шума в метки классов задачи метрик ленинга перестают учиться уже где-то при 10% битых меток. В то время задачи классификации продолжают обучаться и работать, даже если мы повреждаем 50% и даже более процентов меток класса. И эту статью мы рассказали на воркшопе конференции CVPR, который назывался ODRAM, в июне месяц. Мы поговорили о том, что у классических подходов к метрик ленингу есть свои проблемы, а теперь как же их решить? А давайте попробуем теперь предсказывать не два эмбезинга, не фиксированные эмбезинги, не векторы, как в обычном подходе к обучению метрик ленинга, а будем предсказывать распределение векторов. И тогда у нас входные данные будут отображаться в такие, как плотности, и мы по-прежнему будем хотеть, чтобы плотности для элементов одного класса были близки друг к другу, элементов разных классов далеки друг от друга. И для этого тоже разработаны специальные функции потерь, похожие на контрасты классы, которые позволяют это делать. И там та работа, которой мы тоже занимались. Мы взяли те методы, которые на данный момент известны, и оказалось, что они сосредоточены вдруг в двух разных ветках ресерча. Одни методы применяются к задачам распознавания лиц, другие методы применяются к некоторым небольшим задачам, к эмбезингам букв, цифр. И не было какого-то, во-первых, адекватного сравнения этих двух веток ресерча, а во-вторых, никто еще не применял эти методы к задачам имидж-ретривого, то есть поиска похожих изображений. И мы как раз построили бенчмарк, сравнили известные подходы к задаче имидж-ретривого. И что же оказалось? Оказалось, что в 11 из 12 сравнений методы, основанные на вероятностных эмбезингах, эмбезингах добились лучших результатов на тестовом корпусе. И также оказалось, что предсказанная алгоритмами вот эта сигма, ширина распределения, она коррелирует с качеством входных данных. То есть таким образом мы из коробки получаем метод, который позволяет и оценивать уверенность модели, и оценивать качество входных данных. Эту статью мы пытаемся сейчас довести до конференции, но в настоящий момент ее можно почитать на архиве. Итак, что хотелось донести про задачи метри-клюнинга. То есть если вы чувствуете, что ваш алгоритм сильно страдает от качества данных, если вы чувствуете, что ваши данные могут быть так же, как задачи регрессии, распределены по нескольким кластерам, хочется предсказывать их смесь, или если вы чувствуете, что вы хотите научиться оценивать качество данных или уверенность модели, то добро пожаловать, попробуйте методы с вероятностными эмбетингами. Возможно, это то, что вам нужно. Ну а теперь самое такое, любопытное. Как же эти методы позволяют пересмотреть задачи классификации? Напомню, в задачи классификации чаще всего мы смотрим на метрику точности, на метрику accuracy, которую можно сформулировать как частоту или вероятность правильного ответа. То есть класс, который модель предсказывает, совпадает с правильным классом. Но проблема в том, что точность, она недифференцируема. Она в некоторых точках имеет производную равную нулю, а в некоторых точках производной не определена. Соответственно, оптимизировать точность напрямую с помощью известных всем нам методов кредитного спуска нельзя. Вместо этого обычно используют так называемые суррогатные лосс-функции, такие как кросс-энтропийный критерий или хинж-лосс, которые не оптимизируют accuracy напрямую, но позволяют обучать модели, которые обладают более-менее хорошей точностью. Но пример, который проведен на свадьбе, для него можно показать, что и кросс-энтропия, и хинж-лосс будут приводить к точности порядка 40-60%, в то время как максимальная точность здесь, возможно, 80%. Как же можно применить модели с чайными предсказаниями здесь? Давайте представим, что наша модель теперь предсказывает не фиксированный вектор вагитов, а распределение векторов вагитов. И пусть потом мы каким-то образом сэмплируем, вектор вагитов из предсказанного распределения, и уже для него считаем точность. И в этом случае мы можем показать, что наша точность, во-первых, будет дифференцирована, во-вторых, ее можно будет обучать с помощью методов газетного спуска, как мы тоже чуть-чуть поговорим. Вот если у нас обычная accuracy для обычной модели, может быть записана, как вот некоторое такое мотожидание по тренировочным данным, вероятность такого события, что у нас предсказанный класс совпал с правильным классом, то для модели с чайными предсказаниями у нас добавляется еще дополнительное мотожидание по вот этому сэмплированию векторов вагитов. И вот именно оно позволяет нам сгладить пространство лос-функции. На этом слайде можно увидеть, как ведет себя поверхность функции потерь для разных предсказанных сигма. Если у нас сигма равна нулю, то модель предсказывает некоторое вырожденное распределение, состоящее из одного вектора, нулевой разброс, один вектор. В этом случае у нас предсказание, модель с чайными предсказаниями будет совпадать с предсказанием обычной модели. И график точности будет такой же недифференцируемый, как у обычной модели, он изображен слева. По мере того, как мы будем увеличивать ширину нашего предсказанного распределения, сигму, мы будем сглаживать пространство нашей функции, как если бы мы его сглаживали с гауссовым ядром. И в конце концов дойдем до графика справа, где мы получим просто такую плавную интерполяцию между двумя аппериорными распределениями. Распределениями класса 1 и класса 2. Но вот в моделях с чайными предсказаниями и вектор вагитов средний и сигма, они будут обучаться одновременно. И вот это мотожидание по сэмплированным векторам вагитов и градиент через него можно оценить разными способами. Самый такой метод в лоб, который заимствован из методов reinforcement learning заключается в том, что мотожидание мы можем оценить с помощью метода Monte Carlo, а градиенты через него мы можем оценить с помощью так называемого log-derivative trick. И то, и другое замешано на некоторое сэмплирование Monte Carlo, которое на практике не очень устойчиво. И вот такой подход, когда мы реализовали, он нам давал очень большие разбросы как значения лобс-функции, так и градиентов через него. В общем, это училось плохо. Тогда мы подумали, как же можно сделать лучше и воспользовались свойствами нормальности предсказанного распределения. И оказалось, что в этом случае у нас получается интеграл особого вида, для которого есть специальные алгоритмы, которые вычисляются эффективнее и надежнее, чем метод Monte Carlo. Тогда мы получили оценку, которая оказалась на два порядка стабильнее, чем вот в первом случае. В итоге мы реализовали вот этот метод, который обучает accuracy для стокастической модели и применили к разным задачам классификации. Начали мы с простого. Начали с линейных моделей и дейтасетов из набора UCI. И получили, что предложенный метод, который мы назвали EXACT, expected accuracy optimization, он добивается результатов зачастую не только лучших, чем кросс-энтропийный критерий, но и даже лучше, чем библиотека Escalern, в которой тоже реализована логистическая регрессия, но там она оптимизируется с помощью метода LBFGS. Также мы применили нашу LOS-функцию к задачам компьютера Vision и показали, что не всегда, но в большом количестве случаев получается добиться большей точности, чем с помощью кросс-энтропийного критерия. То есть где-то в 18 из 28 случаев мы получили прирост. Здесь мы сравнивали разные архитектуры и разные оптимизаторы, такие как SGD, Adam, Asam. Так что здесь в Deep Learning тоже получилось получить профиты. По этой теме мы подготовили короткую статью и рассказали про нее на воршопе-конференции ICML совсем недавно. Воршоп назывался Topology Algebra and Geometry in ML. Скачу на тег. И статью и постер можно найти в интернете. Ссылка есть на слайде. Дальше мы планируем эту статью, соответственно, расширять на большую конференцию, добавлять эксперименты и так далее. Также мы занимаемся улучшениями предложенного подхода. Оказалось, что если в этот метод встроить что-то похожее на отступ в хинш-ласе, то в процессе обучения наша поверхность лос-функции будет постепенно переходить от хинш-ласа к экирусе. И в таком случае у нас получается более стабильное обучение, чем вот для исходного метода. Но про это мы еще обязательно напишем, расскажем. Следите. Это то, чем будем заниматься прямо в ближайшее время. Итак, что же хотелось вообще сегодня донести? Во-первых, то, что такой подход, как предсказание распределения, он применяется не только в ВАЕ и не только в регрессии. Его можно применять во многих областях дип-ленинга. И, к сожалению, но для меня лично к сожалению, он в настоящий момент применяется достаточно редко. Хотя он позволяет решить многие задачи, многие проблемы, которые возникают, такие как оценка уверенности, такие как предсказания сложных распределений данных и так далее. Так что если у вас возникают такие задачи, попробуйте, может быть, что-то получится. Немножко расскажу про то, о чем мы собираемся заниматься дальше. Ну, во-первых, собираемся пробовать применить наш метод классификации к другим доменам, не только линейной модели и компьютер-вижн. Мы собираемся зайти в NLP, в RECSYS. Также мы собираемся похожий подход применить и к другим недифференцируемым задачам, таким как метрик, ленинг и ранжирование, построение вот этих отранжированных списков. И мы также имеем некоторый параллельный трек, в котором мы пробуем делать ансамбли моделей, которые будут смешиваться друг с другом с помощью предсказанного confidence, с помощью оценки уверенности модели. На этом спасибо. Всем за внимание. Здравствуйте. А с софт-аргмаксом вы сравнивали? Ну вот, когда мы говорим про кросс-энтропию, про кросс-энтропийные критерии, мы имеем в виду софт-макс. Софт-аргмакс. Софт-аргмакс? Имеется в виду, который как аркфейс или как что? Нет, нет, нет. Там ребята делали попытку, собственно, за дирекции, за... Понятно, да? Аргмакс. Собственно, из-за чего RECSYSY нельзя. Нет, не справится. Спасибо за предложение. Посмотрим. Спасибо за доклад. Такой вопрос. То есть, насчет метрики аккуратности у нас же проблема на несбалансированных классах. Вот в случае с классом несбалансированный. То есть, как такой подход работает? То есть, это же не ко всем задачам применим. Специальных экспериментов на дисбалансные классы мы не проводили. В то же время сейчас, ну, мы нестанско-балансированный, SVHN, скорее всего, тоже. То есть, наверное, да, те дейтасеты, на которых мы проверялись, они более-менее сбалансированы. Вот. И действительно, было бы интересно провести дополнительные эксперименты. Вот. Ну, в настоящий момент мы просто фокусируемся на этих задачах. И да, такая проблема, как вы говорите, она существует. Я думаю, что это скорее тема тоже дальнейшего развития и дальнейшего ресерча вот этого подхода. Спасибо. Такая небольшая поправка. По-моему, Cancer датасет, он же несбалансированный как раз-таки. Там, по-моему, единиц меньше, чем нулей намного. Если я правильно его помню. Точно не могу сказать. Возможно. У меня, наверное, будет немножко детский вопрос, но мне все равно интересно. Вы когда рассказывали про мультирегрессии, где вы про кафе привели пример, что некоторые приходят в кафе за чашкой кофе, а кто-то за полноценным обедом. И у нас мешаются данные. Мы же в этом случае вставляем контрольную переменную, которая будет их чистить. И в чем тогда плюс использовать именно мультирегрессии? Ну, контрольная переменная же, она, по сути, даст нам возможность предсказывать некоторое распределение. Разве нет? Я имею в виду, она как бы в одной регрессии будет. То есть она не будет разделять результаты наших данных на две регрессии. Она же построит одну. В этом и смысл. Сейчас. А эта переменная откуда возьмется? Контрольная? Да. Ну, мы забьем, типа они, одни пришли за кофе, а другие пришли за обедом. Категориальную такую сделаем. Ну, если такие данные можно собрать там из полей, то есть на входе у каждого спросить, вот вы кофейку попить или покушать, тогда да, так можно сделать. К сожалению, не всегда у нас есть полная информация о том, из какого распределения к нам пришли данные. И вот когда как раз мы не знаем из какого распределения, мы предсказываем вот распределение целиком, просто какие-то моды, какие-то его части будут более вероятны, какие-то менее вероятны. Ну, то есть, да, если данные такие есть, можно использовать их. Если нет, то придется использовать какой-то другой подход. Спасибо большое. Всем спасибо. Спасибо.